АРМЕТ КИНЕЗА Механотерапия на аппарате арметкинеза или аппаратная кинезотерапия – это пассивные лечебные упражнения, выполняемые на аппарате, направленные на восстановление нарушенных обменных процессов во всех анатомических составляющих позвоночного столба – межпозвонковых дисках, посеточных суставах, позвонках, связках, сухожилиях, мышцах, а также суставах, мышцах, связках верхних и нижних конечностей. Это так называемые дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и суставов, другими словами, остеохондроз позвоночника и артрозы. Преимущества пассивной кинезиотерапии Упражнения проводятся в положении физиологической разгрузки позвоночника – лёжа. Пассивные упражнения с помощью аппарата проводятся при расслабленных мышцах с максимально возможной регулируемой амплитудой движений, что повышает лечебный эффект и исключает возможности осложнений. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальная, что позволяет увеличивать амплитуду движений и продолжительность процедуры даже в старческом возрасте. При воздействии на шейный отдел позвоночника улучшается кровообращение в вертебровазиллярной системе за счёт увеличения кровотока через позвоночные артерии. При воздействии на грудной отдел позвоночника и грудную клетку улучшается работа сердца, органов дыхания, повышается эластичность и подвижность грудной клетки. Упражнения на разгибание в пассивном режиме с одновременным растяжением позвоночника способствуют вправлению задних грыжевых выпячиваний межпозвонкового диска, которые наиболее опасны в плане возможного развития миолопатии и радикулопатии. Динамичные упражнения на сгибание-разгибание с одновременным растяжением позвоночника способствуют декомпрессии корешков спинномозговых нервов, что улучшает иннервацию всех органов и систем. Динамичное воздействие на мышцы брюшного пресса, кости таза, копчик, диафрагму тазового дна без их напряжения улучшает работу желудочно-кишечного тракта, в том числе печени, мочеполовой системы, органов малого таза способствуют выработке половых гормонов. Лечебные эффекты после занятий на аппарате Арметкинеза. Встранение блоков в позвонковых двигательных сегментах за счет восстановления подвижности в суставах позвоночника, посеточных суставах, устранение патологических деформаций позвоночника, восстановление нарушенного кровоснабжения и питания всех анатомических составляющих позвоночного столба, укрепление и восстановление тонуса глубоких мышц спины, повышение эластичности сухожилий мышечной ткани, устранение болевого синдрома. Основу упражнений составляют дозированные, динамические изменения углов сгибания и разгибания в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника с элементами растяжки позвоночника и суставов, в положении лежа, на спине, на боку, на животе, без активного участия мышц туловища. Именно эти упражнения восстанавливают глубокие межпоперечные, межасистые мышцы и связки, которые непосредственно участвуют в механизме движения позвоночника, предохраняют межпозвонковые диски от перегрузки. От эластичности этих связок и мышц напрямую зависит функциональное состояние позвоночника. Кроме того, на аппарате Арметкинеза для достижения наибольшего клинического эффекта можно производить мануальное воздействие на пассивно двигающемся позвоночнике. Такого лечебного эффекта невозможно добиться, если пациент просто лежит на неподвижном мануальном столе. В процессе движения поток нервных импульсов, идущих от проприорецепторов опорно-двигательного аппарата, вовлекает в ответную реакцию все звенья нервной системы, включая кору головного мозга. Целенаправленное применение кинезиотерапии выравнивает динамику основных нервных процессов, возбуждение торможения и сокращение расслабления за счет биохимического воздействия на позвоночник. При воздействии на грудной отдел позвоночника в результате улучшения подвижности и эластичности грудной клетки увеличивается объем дыхания. Дозированная двигательная активность оказывает мощное терапевтическое воздействие на все отделы позвоночника, рефлекторно улучшая функции сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной и других систем, а также повышает психоэмоциональный фон. Перед началом процедуры необходимо отрегулировать подвижную подушку в зависимости от роста пациента и зоны воздействия на позвоночник, а также настроить верхний тренировочный поручень. Удобный пульт управления позволяет задать следующие параметры процедуры – зона колебания, амплитуда, частота колебаний, продолжительность процедуры. Укладываем пациента в соответствии с поставленной врачом задачей. Настроив параметры, нажимаем кнопку «Пуск». Процедура запущена. Важным моментом работы на аппарате является возможность сменять заданные параметры во время проведения процедуры. Во время проведения процедуры регулируется амплитуда, частота и угол сгибания аппарата. При этом врач индивидуально подбирает методику для каждого пациента. К примеру, пациенту с болевым синдромом назначают минимальные параметры скорости и амплитуду сгибания и разгибания. Для реабилитации спортсменов, наоборот, рекомендуется устанавливать максимальные параметры процедуры. В зависимости от положения пациента на аппарате, осуществляется воздействие на различные отделы позвоночника. Пациента при необходимости также можно располагать на животе, на боку, на спине. Одновременно с соответственно подготовленными специалистами возможно проведение мануальной терапии и глубоко миофасциального массажа, делать дополнительные пассивные упражнения для растяжки и увеличения объема движений суставов рук и ног. Аппаратная кинезиотерапия показана при остеохондрозе, спондилоартрозе, спондилезе шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, сколиозе, лордозе, кифозе, кифосколиозе, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, болевом синдроме после оперативного лечения грыжи, вегетососудистой дистонии, мигрении, дисциркуляторной энцефалопатии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, бронхиальной астме и хроническом бронхите. Пассивная кинезиотерапия также может проводиться при дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника и суставов, а также для профилактики вышеперечисленных заболеваний.